Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Иисус Целитель Здесь есть дом, а прямо позади меня вы видите небольшой однокомнатный домик, построенный моим сыном, чтобы мне было где уединяться здесь на ранчо. Мы решили побывать с вами в этом особенном для нас месте и провести время в семейной обстановке. И мы так благодарны, что можем быть здесь с вами. Пожалуйста, возьмите Библию и откройте Римлянам 12 главу. Два предыдущих эпизода были в этом же русле. И я хочу еще некоторое время продолжить говорить об этой теме. Рекомендую вам просмотреть два предыдущих эпизода, потому что сегодня мы будем двигаться дальше. Базовые истины, о которых идет речь, будут для вас благословением. Я знаю, что часто люди, особенно христиане, да и я тоже, любят слышать увлекательные, захватывающие проповеди. Но я понимаю, что иногда необходимо возвращаться к самым основам. Я люблю слышать о помазании, я люблю слышать о чудесах, знамениях, предзнаменованиях, о том, как возрастать в финансах и тому подобное, потому что это часть нашего наследия. Но нам также нужно обязательно возвращаться к основам, которые и позволяют нам жить в исцелении, позволяют нам жить в преуспевании, которое Бог нам предназначил. Именно базовые истины закладывают фундамент для самой лучшей жизни, предназначенной нам Богом. Вот об этом мы поговорим в сегодняшней передаче, потому что без этих основ мы не будем жить в исцелении. У нас не будет победы, радости, мира, в которых Бог предназначил нам жить. Мы рады, что вы с нами на этой передаче, потому что эти истины драгоценны. Собираясь купить дом, особенно женщины заходят и смотрят на цветовую гамму, на элементы дизайна. Но прежде чем купить дом, одна из главных вещей, которые уделяют внимание, особенно в США, может быть, в других странах это происходит немного иначе, но здесь, в США, часть процесса покупки дома заключается в том, что вы приглашаете кого-то проверить фундамент. Банк даже не выдаст кредит на покупку дома без проверки фундамента, потому что они осознают, каким бы красивым ни было строение, какими бы прекрасными ни были элементы дизайна и отделки, если фундамент ненадежен, этот дом не будет безопасным местом для жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что есть фундаментальные истины, и Бог хочет, чтобы мы в них утверждались, чтобы наша жизнь была в безопасности. Самая лучшая защита от врага, от противостояния, состоит из двух элементов – подчиненное тело и обновленный ум. Если мы подчиним свои тела Богу, обновим свой ум Словом Божьим, чем бы дьявол нас не атаковал, он не сможет сбить нас с пути. Он никогда не сможет одержать победу в нашей жизни, если наш ум обновлен, а наше тело подчинено Богу. Именно об этом мы читаем в Римлянам 12.1. Давайте прочитаем вместе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать или различать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Как мы уже говорили в предыдущих эпизодах, Бог сделал что-то с нашим духом. Но нам нужно что-то сделать с нашим телом и умом. И мы можем это делать успешно, потому что Бог сделал что-то с нашим духом. Он дал нам совершенно новый дух с его жизнью, его силой, его природой, его способностью и его благодатью в нашем духе. И благодаря этому мы можем усмирять свои тела. И мы можем принимать Слово Божье в этот новый дух и обновлять свой ум Словом Божьим. И так поступая, мы обретем самую лучшую жизнь. Что значит предоставить свое тело Богу? До рождения свыше мы предоставляли свое тело греху, неправильным поступкам. Мы позволяли своему телу делать все, что ему вздумается. Но теперь, родившись свыше, мы предоставляем свое тело Богу. То есть мы правильно обращаемся со своим телом так, как нам говорит Его Слово. Мы делаем со своим телом то, что угодно Богу. А также мы обновляем свой ум, то есть перенимаем Божий образ мышления. Слово говорит, что при перенятии Божьего образа мышления жизнь преображается. Когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся духовными младенцами. Нам нужно расти. И по мере роста мы входим в духовное детство. Но и на этом не следует останавливаться. Нам нужно расти до полной зрелости. Слово говорит о том, что нам нужно прийти в меру полного возраста Христова. То есть духовно расти, а не оставаться духовными младенцами. Я хочу снова прочитать Галатам 3, 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Это попросту значит, что все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. И наша жизнь должна свидетельствовать о том, что мы вкушаем то наследие, которое Христос нам дал, что оно в себя включает. Исцеление, преуспевание, мир, радость, победу. Все, чем сейчас наслаждаются небеса, принадлежит нам уже здесь, на земле. Далее, в Галатам 4, 1 сказано, «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Павел говорит, что если мы останемся в детской стадии духовного развития, «Если мы не будем двигаться к полной зрелости, мы будем жить как рабы, хотя должны были бы жить как господа. Мы должны господствовать над обстоятельствами, а не обстоятельства над нами». И тут важно обновление ума, которое поможет нам возрасти, повзрослеть. Мы не можем полностью наслаждаться тем, что принадлежит нам во Христе, пока выбираем оставаться духовными младенцами или детьми. Не развивать свою духовную жизнь, не развивать свою веру, не обновлять свой ум Словом Божьим. Это мешает нам жить в полноте, дарованного нам Богом. Теперь снова прочитаем 1 Коринфянам 2 главу, 14 стих в расширенном переводе. «Но природный, бездуховный человек не принимает, не приветствует и не допускает в свое сердце дары, учения и откровения Духа Божьего, поскольку они для него безумие, бессмысленный вздор, и он не способен познавать их». Обратите внимание, человек, который не развивается духовно и остается духовным младенцем, никогда не сумеет понять определенные вещи о Боге и об общении со своим отцом. Он будет не способен принять определенный свет, потому что он не развил в себе, если можно так выразиться, духовную емкость для принятия определенных вещей. Представьте себе для примера. Ребенок в первом классе школы начинает изучать алфавит, он учится читать, и у него дома есть старший брат или сестра, изучающие алгебру в старших классах школы. И первоклассник говорит, «Я умею читать, можно я почитаю твой учебник по алгебре?» Малыш, может, ты и найдешь там какие-то знакомые слова, но ты даже не сумеешь понять, о чем идет речь, потому что ты еще недостаточно зрел в своих знаниях. Ты не развит академически, твой разум еще до этого не дорос. Если маленький ребенок попытается читать учебник старшеклассника, он даже не будет способен это проанализировать, он не сможет это постичь, для него это что-то практически чужеродное, потому что необходимо дорасти до определенного уровня, чтобы суметь читать материалы старшего класса. Точно так же обстоят дела в духовном мире. Именно об этом и идет речь в этом стихе. Если мы останемся духовными младенцами или духовными детьми, у Бога могут быть откровения для нашей жизни, но мы даже не сможем их принять, мы даже не будем к ним открыты, потому что мы, по сути, не будем способны их постичь. У нас не будет духовной вместимости, чтобы принять их и ходить во свете этих откровений. Итак, частью процесса роста, развития и достижения духовной зрелости является обновление ума и усмирение тела. И обновляя ум, мы помогаем сами себе, потому что так мы способны войти в больший свет, который Бог хочет нам показать, в большее откровение. И тогда жизнь становится проще. По мере взросления и обретения духовного света, жизнь становится проще. Ситуации не кажутся такими устрашающими. Они не ошеломляют нас. Мы возрастаем в навыках. А нам так важно возрастать. Знаете, ребенку не достает навыков. Но по мере того, как мы растем и обновляем свой ум Словом Божьим и исполняем Слово на деле, исполнение Слова становится нашим образом жизни. На самом деле, наш ум не обновляется, пока мы не внедряем Слово в свою повседневную жизнь. И по мере обновления ума мы преображаемся и обретаем навыки. Мы становимся умелыми в молитве. Мы становимся умелыми в вере. Мы учимся принимать исцеление. Мы учимся служить людям. Мы учимся принимать обеспечение от Бога. Ребенок просто не способен иметь тот же уровень навыков, что и взрослый. Но по мере духовного роста, когда мы становимся зрелыми в Боге, у нас на самом деле появляется способность сотрудничать с Богом, двигаться с Ним на совершенно другом уровне. И в этом также заключается благословение и польза обновления ума. Еще нужно понять, что в процессе обновления ума важно, чтобы у вас был пастор. важно быть в поместной церкви. Знаете, вы можете ходить в театр, ходить по магазинам, развлекаться в местах отдыха, но ни в одном из этих мест вам не помогут обновить ум. Поместная церковь, церковные служения, единственное место на земле, способное помочь вам в процессе обновления ума. Я хочу, чтобы вы поняли, просто посещение церкви не обновит ваш ум. Это первый шаг. Но просто сидение в церковном здании, присутствие в помещении не обновит ваш ум. Обновление ума означает, что вы принимаете в сердце то, что Слово Божье говорит, и становитесь исполнителем этого слова. Вы вкладываете это слово в свои уста, вы исполняете это слово на деле. Когда я в детстве училась в школе, какие-то уроки мне очень нравились, и я получала от них удовольствие, а какие-то нет. В уроке, который мне по-настоящему нравился, я принимала участие, я была увлечена, внимательно слушала, я быстро выполняла домашние задания. Но если урок мне не очень нравился, и я его не слишком понимала, я как бы улетала. Хотя мое тело присутствовало на уроке, в мыслях я была далеко. И потому у меня были проблемы с этим предметом. Проблемы с домашними заданиями, проблемы с экзаменами. И то же самое происходит с духовным развитием. Если вы посещаете церковь с жаждой, заинтересованностью, вовлекаясь и впитывая то, чем вас кормит ваш пастор, и потом отправляетесь домой и выполняете домашние задания, то есть применяете услышанное слово, вкладываете его в свои уста, воплощаете его в своих поступках, тогда жизнь становится проще. И когда приходит экзамен, он для вас нетруден, потому что вы делали домашние задания. Но если вы посещаете церковь, думая, что самого вашего присутствия достаточно, его недостаточно. Присутствовать правильно, но будучи там, нужно принимать, нужно черпать, нужно по-настоящему ценить слово, которое вы слышите, относиться к нему с почтением, положить Библию на стол и забыть про нее в течение недели. Нужно выполнять духовные домашние задания. Вы не получите полный рацион питания от своего пастора, он просто помогает вам, указывая правильное направление для вашего питания, чтобы дома вы продолжали питаться словом и таким образом обновляли свой ум и достигали духовной зрелости. Пастор играет огромную роль в процессе достижения духовной зрелости через обновление ума. Точно так же, как ребенок не может развиваться академически без учителя, христианин не будет духовно развиваться без пастора. Вам в жизни нужен пастор. Он часть духовного развития. И нужно этим дорожить. Я знаю, что дьявол не хочет, чтобы вы росли. Он не хочет, чтобы ваш ум обновлялся словом. Потому что обновленный ум это закрытая дверь для дьявола. Не обновленный ум открытая дверь для дьявола. Поэтому дьявол старается не допустить вас до любой среды, которая поможет вам в обновлении ума. Пастор не может обновить ваш ум вместо вас. Но по крайней мере, когда вы находитесь рядом с пастором, он может дать вам инструменты, которыми вы можете обновлять свой ум. Так что дьявол хочет отделить вас от пастора. Он хочет отделить вас от поместной церкви. Он хочет разлучить вас с вашей церковной семьей. Не позвольте ему это сделать. Обновление вашего ума зависит от вашей связи со своим пастором. И Бог будет руководить вами. Можно я скажу? Так важно позволить Богу указать вам, кто должен быть вашим пастором. Я помню свидетельство моего мужа о том времени, когда он только что спасся. Кто-то пригласил его в церковь. В течение полутора лет каждую неделю этот человек приглашал моего мужа в церковь. Потребовалось полтора года, чтобы мой муж наконец согласился пойти. И когда он пришел в церковь, он впервые услышал послание о спасении. В тот день он родился свыше, и он начал служить в той поместной церкви. Так что вы можете себе представить, насколько родными, важными и драгоценными были та церковь и пастор для моего мужа, потому что его жизнь полностью изменилась, его жизнь по-настоящему преобразилась в той церкви. Но настало время, когда Бог проговорил ему и повел его в больший свет. Повел его в другие места, где он мог обрести этот больший свет. Всегда следуйте тому, где Бог говорит вам быть, с каким пастором вам быть, потому что Бог старается ввести вас в больший свет Слова Божьего. Позже мой муж стал пастором, и я служу пастором 25 лет, и я знаю, что в жизни необходимо помазание пастора, чтобы помочь вам в процессе достижения зрелости. В 4 главе Ефесянам сказано, что Иисус дал дары церкви, апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей. Это дары, помогающие телу Христову входить в зрелость. До определенного уровня можно возрасти самостоятельно, но вы никогда не войдете в полную зрелость без пяти даров служения, дарованных Иисусом телу Христа, чтобы помочь с возрастанием. И пастор самый важный из этих даров. Возможно, это не самый мощный из даров, потому что апостол и пророк очень мощные дары служений, но служение пастора самое важное в жизни верующего, потому что пастор помогает вам в процессе обновления ума и духовного роста. Как же узнать, что мы духовно растем? Мы начинаем мыслить и поступать, как Иисус. Вот как можно узнать. Чем больше наши мысли и поступки соответствуют тому примеру, который Он нам дал, тем очевиднее, что мы возрастаем. Когда наши жизни становятся ближе к Слову Божьему, отображают Слово Божье, когда наши разговоры, наши мысли, наши поступки отображают Слово Божье, тогда мы знаем, что мы духовно растем. Кто-то скажет, «Мне никогда не дотянуться до примера, оставленного Иисусом, Он же Сын Божий». Да, и вы тоже. Вы Сыны Божьи. Иисус был дан нам в пример того, что мы можем прийти в меру полного возраста Христова. Об этом Слово говорит нам в Ефесянам. Он наш пример настоящей духовной зрелости. И это то, к чему мы стремимся в своем духовном росте. Откройте со мной, пожалуйста, Галатам 4 главу, 9 стих. Будем читать в расширенном переводе. Но прежде чем я прочитаю это место Писания, я хочу вам кое-что рассказать. Я уже говорила, что обновленный ум закрытая дверь для дьявола. Не обновленный ум, открытая дверь для дьявола. Помню, я молилась за одного человека. Я просто проводила время в ежедневной молитве, и Господь положил его мне на сердце. И я начала за него молиться. И во время молитвы Господь дал мне понять, с чем столкнулся этот человек, чем его атаковал враг. И я продолжила молиться за него в этом ключе. И где-то месяц спустя я была на служении, на котором присутствовал и этот человек. И Дух Божий напомнил мне о нем и о том, как Бог повел меня за него молиться. И я обратилась к этому человеку, потому что Бог побудил меня послужить ему на служении. Я попросила его выйти вперед, он вышел, и я сказала, я просто хочу, чтобы вы знали, что Бог настолько печется о вас, что он повел меня молиться за вас. И я хочу, чтобы вы знали, о чем я молилась. после этот человек мне сказал, пастор Нэнси, это именно то, с чем я столкнулся. Я сказала, да, я это понимаю, потому что Бог позволил мне это понять, Бог сказал мне об этом. И часть проблемы была в том, что этот человек не обновлял свой ум по-настоящему. Послушайте, Бог никогда не вызовет кого-то перед всеми и не поставит его в неловкое положение. я сказала обо всем так, что это не унизило, не подавило этого человека. Я дала ему понять, что Бог заботится о нем так сильно, что повел меня молиться за него. Итак, он не обновлял свой ум. И поймите, каждый из нас все еще обновляет свой ум. Никто не может почивать на лаврах. Всегда какая-то сфера нуждается в утверждении. И этому человеку было необходимо больше обновлять свой ум в конкретной сфере. И поскольку его ум не был обновлен в той сфере, враг смог пробраться и терзать его ум. Это не значит, что он был одержим бесами. Если вы христианин, в вашем духе нет бесов. Но дьявол может цепляться за ваше тело через болезни и немощи, и он может получить доступ к вашему уму, если добьется, чтобы вы неправильно мыслили. Единственное, как дьявол может терзать ум, это через неправильное мышление. Как же выгнать его из своего ума? Как избавиться от этих мыслей? Мысля правильно, вкладывая правильные мысли в свой ум, обновляя его. И я знала, что ум этого человека терзался. Он мучился в своем разуме, потому что оставил открытую дверь через то, что его ум не был обновлен. Итак, я позвала его и сказала, что Бог так сильно печется о нем. И затем, там же на служении я продолжила, вот чем дьявол мучил и терзал ваш ум. Позвольте мне сказать вам, что делать. Когда приходит эта мысль, когда это влияние приходит, когда это мучение приходит, ответьте на эту мысль Словом Божьим. И я сказала ему конкретно, какое местописание использовать. Вы скажете, а мне никто не дал конкретного местописания. Дух Святой вам скажет, Он укажет вам, какое местописание использовать. Итак, я сказала ему, когда к вам приходит эта мысль, потому что я знала, что эта мысль изводила, терзала и мучила его, отвечайте на нее вот этим местом Писания. И он сказал, пастор Нэнси, огромное вам спасибо. Именно с этим мне приходилось бороться, чтобы помочь ему, а не так, чтобы обвинить его в каких-то недостатках, подчеркнуть его несовершенство. Нам нужно помогать друг другу преуспеть, а не тыкать пальцем в ошибки. Настоящая помощь это научить, как отвечать. И после служения ко мне подошел один человек и сказал, пастор Нэнси, разве вы не знаете, что там был бес, с которым нужно было разобраться? Я сказала, да, я это знаю. Именно поэтому я дала тому человеку слово. Слово разберется с нечистым духом, который терзает его ум. А подошедший ко мне считал, что я должна была изгнать беса. Положим, я сказала бы бесу убрать руки от ума того человека. Я могла это сделать, но знаете что? Когда он придет домой, бес вернется и скажет то же самое, что его терзало прежде. Я же дала ему что-то, чем закрыть дверь для дьявола. Я не верила вместо этого человека. Я не отвечала вместо него. Обновляя ум, вы научитесь сами отвечать. Вы не станете полагаться, что кто-то будет противостоять вместо вас. И знаете что? Не изводите себя думая «Меня бесы мучают, нужно чтобы кто-то их изгнал». Если вы вложите в себя слово, слово их прогонит. Если вы будете говорить слово, поступать по слову, слово достаточно, чтобы прогнать любые мучительные мысли, посланные дьяволом. Да, он даже может попытаться как бы впиться в ваш ум когтями, так что покажется, что вы не способны правильно мыслить. пытаетесь, но не можете. Если вы просто будете действовать по слову, поклоняться Богу, поклоняться Богу, это действовать по слову, говорить слово, говорите, я не спровергаю каждую неправильную мысль, я не приму эту мысль, страх, я противостою тебе, сомнения, я отвергаю тебя. Если вы будете отвечать всему этому, я вам гарантирую, это покинет ваш разум, и Бог не вы можете просто обновлять свой ум словом, и если вы будете действовать согласно слову, оно прогонит все это. Лучшей помощью, которую я могла оказать тому человеку, было дать ему ответ, который он мог бы вложить в свои уста. Лучшая помощь не в том, чтобы ответить дьяволу вместо него, а в том, чтобы сказать ему что, говорить, потому что тогда он сможет закрыть дверь и держать ее закрытой до конца своей жизни. Слава Богу, вот что вам даст обновление ума. Оно научит вас говорить слово, чтобы вы могли держать дверь закрытой для действий врага против вашей жизни. Обновленный ум даст вам самую лучшую жизнь. Я снова и снова призываю вас, вкладывайте в свое духовное развитие. Не полагайтесь на то, что кто-то будет верить вместо вас, молиться вместо вас. Так чудесно иметь общение с Богом, а входим мы в Него всякий раз, когда питаемся Словом Божьим и делаем его частью своего образа жизни, своей речи, своего мышления и отказываемся делать что-либо, что не соответствует Слову Божьему. Папа Хеген нас учил, когда возникает какая-то ситуация, какое-то противостояние, спросите себя, что об этом говорит Слово и поступайте по Слову. Так ведет себя обновленный ум. Мы так рады, что вы были с нами на программе Иисус Целитель. До новых встреч! Бог да благословит вас! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения дефрэйни. 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 Субтитры создавал DimaTorzok